всем привет начинаем прямой эфир надеюсь мой индийский интернет меня не подведет как обычно это бывает периодически так сразу прошу всех писать в чат кто будет в чате как меня видно и как меня слышно потому что как обычно я этого не знаю вот-вот с минуты на минуту уже подключиться ко мне мой друг из израиля михаил или михаэль спросим мы у него как его нужно называть как ему больше нравится потому что как я уже говорил у миши двойное гражданство по одному паспорту он михаил по другому михаэль поэтому мы с ним сегодня будем говорить об израиле о нем будем его пытать все вот вижу что мне пишешь все отлично звук идет ждем михаила михаил михаил а вот и михаил михаил ожидания от михаила мишаня привет ты меня слышишь да у тебя хороший интернет у меня нормальный интернет у меня интернет индийский но я надеюсь что он меня не подведет если я буду вдруг отключаться то ты развлекай там публику сам хорошо очень рада тебя видеть михаил да мы сегодня будем тебя пытать я буду в частности тебя пытать сегодня по любому кстати вот давай всем подписчикам скажем что у нас работает чат где можно задавать вопросы и преимущественно задавайте вопросы михаилу потому что мне это что задавать мы сегодня будем пытать михаила но и для тех кто не знает меня вдруг кто-то своих подписчиков присоединился к эфиру меня зовут дина и я веду свой прямой эфир из индии из города решекеш из предгорьев гималайв к сожалению я не на фоне горы сейчас потому что солнечная сторона там чтобы меня не слепила я сижу на фоне облезла стены я на я сижу на фоне печи которые сложил иван своими руками очень хорошая теплая печь миш привет привет посторонний в кадре мишань давай давай смотри что расскажу потому что это прямой эфир даже если кто-то сейчас не присоединится его будут в любом смотреть в записи меня тоже вопрос волнует вот смотри у тебя двойное гражданство два гражданства вот ты по одному паспорту михаил а по другому паспорт и михаэль да правильно все верно вот скажи вот как ты себя ощущаешь ты михаил или ты михаэль ну мне проще мне проще я отношусь к этим именам как одинаковыми именам то есть если брать историю людей которые родились русскоговорящей мире назовем это так то в израиле они могли поменять имя и могли поменять его на совсем другое имя в данном случае михаэль и михаил это абсолютно и то же то есть абсолютно одно и то же ну то есть в израиле мне очень привычно быть михаэль близкие друзья в израиле называть меня мишей вот то есть я все мое в данном случае если сказать то имя михаэль оно было изначально появилось древнее еврейское имя упоминается много раз в библии есть архангел михаил михаэль и у него очень интересное значение этого имени на иврите и конечно же микаэль кто как бог дословный перевод то есть подобный бог богоподобный да 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 это так называемые теофорные имена это группа имен библейских в основном из иврита где слышится имя бога михаэль эль это одно из 72 имен бога рафаэль михаэль даниэль и так далее очень нравится твое имя ну я назвали в честь в честь моего дедушки в честь дедушки а ты родился в электростаре да насколько я помню в подмосковье или нет где ты родился или ты там вырос у меня у меня три родины по факту моя родина это украина я родился в украине или хочется сказать на украине но меня исправят в украине после рождения буквально сразу семья переехала подмосковье и до 16 лет я жил в подмосковье в городе пасталь и 16 лет уже как больше чем пол 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 жизни тому назад я репатриировался в израиль то есть живу я в тель-авиве и поэтому как я говорю когда началась начался конфликт на украине и в украине на востоке украины и приехали приезжали туристы с украинской стороны и с российской стороны и вот естественно пытались вовлечь меня в беседы кто 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 прав кто виноват я сразу же вот так вот прекращался разговоры говорят что я одновременно хохол одновременная москаль и одновременно еще и израильтянин назовем это мягко назовем это мягко израильтянин слушай а давай вот поговорим это такая тема интересная на самом деле классически же еврейство передается по линии матери да не по линии отца а у тебя получается что у тебя у тебя папа еврей а мама русская пацанальность ну да да стандартная история в советском союзе да у меня мама я называю славянских кровей то есть ну можно верить что она из украины но северной украины белорад этот самый белгород или харьков в принципе неважно а папа да еврей он дал мне мою фамилию ну вот смотри таких людей получается называют гоями да вот у кого именно по отцовской линии передаются вот что такое гои это вообще национальность откуда это слово пошло что оно означает гой это не еврей это не еврей да 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 гой это не еврей по простому если по традиции иудейское еврейство передается по маме то я гой любой не еврей это гой ага понятно то есть просто это такое не признать ну как бы это не признание это вообще это в израиле чувствуется как относится к гоям израиль ну мне мне я это не чувствую потому что я живу самобытную жизнь абсолютно как бы я не сталкиваюсь теми людьми которые мне не нужно или не хочется сталкиваться и ну я с этим не сталкиваюсь мне в принципе все равно если так сказать честно то речь идет уже о внутренних деталях еврейской жизни кто такие евреи как они себя позиционируют это целый мир и закрытый мир и для них для и для евдоизма вот это вот национальная чистота очень важна в принципе это способ выживания в течение тысяч лет в условиях гонений вот такая вот стена стена вокруг и очень жесткие правила входа в этот клуб я даже скажу что если развивать эту тему то мы можем дойти уже до вопросов достаточно конфликтных потому что я чем-то могу быть согласен чем-то могу быть не согласен поэтому мы с темой развивать не будем ну это зависит от твоих вопросов ну ты не иудей иудеем никогда не был насколько я помню ты всегда был толерантным человеком космополитом иудеи это это религия я не принадлежу никакой религии мне близко были близок иудаизм по некоторым моментам силу своего силу древности этого народа древности это религий но себя называть кем-то я не могу я прежде всего человека кстати давай скажем что вот в чате люди которые нам присоединяются в чате могут писать во первых свои вопросы еще раз напомним для вновь присоединившись пишите свои вопросы и пишите из каких вы городов нас смотрите это очень интересно вчера посмотрела мини сериал рекомендую что скажет свое мнение об этом фильме мишань ты видел этот фильм нет я не видел этот фильм вряд ли буду смотреть у меня много очень взаимодействий и опыта общения с религиозными людьми и мне достаточно этого и мне не хочется смотреть на данном этапе этот фильм он очень нашумевший не ортодоксальная судя по всему речь идет фильм какой-то сериал об ортодоксальной или ультрадоксальной я не знаю я не знаю сюжета но нету комментариев я тоже первый раз слышу поэтому ответить но ты можешь посмотреть он сейчас популярен ага во всем миш слушай а давай расскажем историю нашего знакомства вспомним давай у меня вот есть своя версия вот расскажи свою версию мне интересно что ты помнишь какие у тебя впечатления мы с тобой познакомились уже больше десяти лет назад мы с тобой познакомились надо полагать в июле или июне 2008 года нет наверное в июне не да потому что пустые холмы были уже в июле скорее всего не в августе мне было сколько там лет 2000 ну условно говоря 20 10 лет 2008 год я восьмидесятого года рождения и после многих долгих лет жизни в после службы в армии после службы просто после учебы в университете воля судьбы оказался на постсоветском пространстве территории россии 2008 года для меня это было очень знаковый год я тянулся к россии мне было очень интересно ощутить себя то есть я репатриировался 90 девяносто седьмом году меня мучил вопрос что это за мир который меня сформировал как человека и такая какая то до этого я да можно сказать что практически 10 лет меня не было в россии и для меня это был такой судьба судьбоносная поездка меня прям сильно тянуло я ездил автостопом меня мой товарищ из электростали немножко понатаскал на этом деле мы съездили в московском регионе автостопом в муром потом поехали в касимов и потом я сам решился поехать автостопом в петербург в петербурге я покрасил волосы в красный цвет опять же автостопом поехал псков и после того как я там был многие говорили что я сумасшедший как я не получил по лицу пскове да с красной головой оттуда вернулся в петербург и автостопом поехал в хельсинки и побыл в финляндии немножечко и вот это для меня был очень знаковый въезд в россию уже на автобусе был прекрасный летний день очень теплый и мы в автобусе я в автобусе въехал в россию выборг и для меня это была большая очень радость потому что вот именно в тот день когда мы познакомились по сути я пережил выход из страхов и комплексов 90-х годов то есть я уехал в 16 лет в девяносто седьмом году из подмосковного города электросталь индустриальный город и я хороший мальчик назовем то тогда все эти годы находился под вот этим вот неким страхом вот этого безумия 90-х годов это беспредел и я приехал в петербург и пошел отдохнуть в каткин сад то есть площадь островского там там где екатерина стоит и просто сидел на лавочке и читал что-то свое какое-то краеведение и вдруг ко мне пришла подошла девушка немножко веселая с шариками вот это была твоя подруга да это была не ты вот и это была твоя подруга марина и потом подошла ты с товарищем с каким-то и так связалась наше общение то есть в принципе меня просто скажем так ну вы решили познакомиться со мной я был не против не был мне хотелось очень сильно в туалет и я помню очень тоже мне понравился момент что я вам троим оставил все что мне было на тот момент абсолютно все просто сорвался сказал подождите пожалуйста посмотрите за моими вещами и побежал на тот на ту сторону не несколько проспекта теремок теремок вы но когда вернулся вы там были еще ну и потом ты начала давать мне хорошие советы в том числе поехать фестиваль на фестиваль пустые холмы в калужской области и через пару лет ты пригласила меня на фестиваль йогарт на зеркальном острове на зеркальном озере где я познакомился с валентиной в доме который сейчас я нахожусь слушай ну твоя версия нашего знакомства как-то очень такая какая-то такая с моей стороны все слишком серьезно как все с моей стороны все было намного веселее да мы тогда были в казькином саду и там нас было трое моя подруга марина она как раз пришла с корпоратива немножечко подвыпиншая веселая вот а мы сидели там где-то на соседней лавочке просто встретились погулять был хороший солнечный день да это было лето 2008 года и тут она мне говорит смотри какой парень сидит с красной головой такой интересный ты знаешь да что каткин сад это место где у нас нетрадиционно ориентированные мужчины любят я этого не знал да ты этого не знал а мы это прекрасно знали плюс ты так выглядела ну как бы как короче ты был очень похож у тебя были выбритые виски вот этот красный ракет с обтягивающей майка такая алкоголичка вот эти вот все твои мускулы вот в общем видок у тебя был очень странный и она меня все подбивали давай пойдем с ним познакомься я говорю слушай да он домик зачем он нам нужен хочешь иди сама ознакомься ну в итоге она и пошла познакомилась с тобой но потом все-таки она нас подтянула да я помню что ты сказал ребят мне приспичивал сортир куда тут можно сходить пописать я тебе говорю иди в теремок вон через дорогу мы посторожим твои вещи да и ты пришел я помню как ты был удивлен ну и обрадован то что как бы мы не не украли твои вещи что мы нормальные ребята и вот так завязалось наше знакомство потом еще пошли в клуб помнишь симбиоз по-моему это было в этот же вечер или там ну буквально вот по-моему в этот же вечер мы тебя затащили в клуб еще и все и так завязалось наше с тобой знакомство и потом вот уже вот уже 12 лет прошло и чего только не было да было много очень прикольное единственное что пока ты в индию пока еще меня не затащила да я тебя пока не затащила в индию а ты меня второй раз не за не затащил в израиль хотя я все порываюсь тоже второй раз но пока вот так я то я то всегда только за сейчас видишь вот такая ситуация кстати вот ты сейчас застрял ты ты гражданин израиля гражданин россии у тебя есть возможность быть и там и там ты застрял в российской глубинке как там оказался вообще почему ты не вернулся на родину точнее вообще почему ты выбрал быть в россии сейчас в это время и или это безвыходное положение нет это было осознанное решение мне показалось что это будет правильным и я не жалею но здесь просто очень хорошо я сидел бы безвылазно у себя на крыше в тель-авиве долгое время несмотря что уже что сейчас израиль уже вышел из карантина и сейчас то есть я как бы получается вот только сейчас нахожусь немножко в неловком неловкой ситуации с то что россия закрыта и ничего ничего нельзя сделать благо есть кто слышал что на одном из на одном из на одной из поездок куда-то меня позвала на фестиваль йоговский фестиваль йогард в ленинградской области я познакомился с прекрасными людьми валентина и иван и они сейчас живут калужской области недалеко от города медынь я непосредственно нахожусь в их доме который построил иван сферический дом прекрасный и здесь я данном этапе нахожу прекрасное убежище здесь природа здесь лес здесь поля здесь труд здесь весна здесь березовый сок здесь березы уже показали свои листочки и здесь просто такой рай русской природы поэтому никто не слышал о том что такое карантин да не не нету такого здесь как как карантин ну разве что от карантин от этих самых клещей карантин от клещей да это вот тот самый серьезный карантин который введен был когда-то давно и мы строго соблюдаем этот карантин и никаких контактов с клещами у нас нет слушай миш а ты не смотрел новость новость такую сейчас по интернету гуляет такая такой видос то что в израиле проводят исследования и собираются лечить коронавирус марихуаной да все можно лечить марихуаной жду этого момента когда президент президенты стран скажет что всем необходимо изолироваться и выращивать дома марихуану и ею лечиться но это на самом деле замечательные не но это чисто медицинская из медицинских целей ну в израиле известно что есть медицинская марихуана в израиле уже года лет пять наверно существует абсолютно легальная выращенная в тепличных условиях имеется ввиду я называю ведомственная трава под защитой государства выращивают и люди лечатся нет нет в данном случае это не америка далеко не просто получить рецепт на марихуану нужно действительно страдать какими-то болями то есть это люди после каких-то операций это терапия химиотерапия это серьезные травмы то есть нужно не стоит получать в израиле рецепт это значит что есть какие-то серьезные проблемы это обезболивающее лекарство в данном случае да я помню был такой фестиваль у нас в россии триморте тоже там было наверняка на одном из этих фестивалей меня укусил такой большой шмель или пчела или шершин не знаю кто это был в общем я очень сильно распухла нога я пришла в местный медпункт и попросила дать мне лекарство не делайте что-нибудь я уже ходить не могу мне страшно меня нога распухла на что врач мне дает вот эту вот кубик гашиша и говорит на покури тебе полегчает я без него отказалась потому что я такие методы не верю возможно кстати масло масло помогло бы если бы ты помазала если бы тебе дали масло да ну конопля на масло это уже другое пищевая конопля там она не оказывает никакого воздействия на психику скажем так я предлагаю не развивать эту тему потому что прямой эфир будет сохранен записи желательно такие темы сейчас в нынешние времена не продвигать слушай миш а скажи еще такую тему я слышала что в израильской армии чуть ли не единственная армия в мире где приказы сначала можно обжаловать и только потом исполнять это правда ну я бы не сказал я не знаю что творится в других армиях но в силу в силу особенности израильской армии израильской демократии да такие такие прецеденты могут быть но это как-то есть в уставе или что или это просто чисто человеческий чисто по-человечески тебя поднимают чисто человеческое отношение ну там могут быть ситуации в которых которые связаны там с совестью личной совестью солдата где солдат может себя как бы так защитить что может не войти в рамки в ценности этого солдата ну то есть есть некое подобие демократии но это с одной стороны так спорно конечно спорно конечно же спорно не но это такая тема большая потому что израиль странам который находится военном режиме все время как бы несмотря на то что я лично чувствую себя там максимально безопасно но из-за очень большого тесного взаимодействия двух сторон скажем тогда это израильская сторона и арабская сторона и из-за активной позиции то есть активной попытки защищать арабов и но это уже политические темы то есть ну да солдат может взвесить приказ командира но на самом деле я не могу точно сказать потому что я служил в армии давно я освободился в 2003 году 2003 года я ну все дальше и дальше от армии и этому рад потому что ценности государствах теряются сейчас я лично не чувствую сейчас в современном государстве израиль вот такое рвение такую сильную патриотичность как у меня даже было раньше потому что ну бардак культуру потребления отсутствие ценностей которые были раньше это то что я сейчас переживаю израиль сильно меняется но это уже другая тема вот когда я была в израиль как раз вот с тобой тогда в эту поездку 2010 год 2010 2009 мы приехали отметили новый год и начался десятый год да по-моему вот я тоже слышал постоянно вот в иерусалиме вот эти вот выстрелы и в эйлате тоже я слышу вот это автоматную очередь все равно и я чувствовал тоже себя там абсолютно безопасно то есть хотя ты говоришь что страна военном режиме я тоже знала об этом естественно когда туда летел что постоянные вот эти волнения там происходит с палестинской стороной но тем не менее там вот какая-то безопасность действительно чувствуется как ты думаешь это парадокс это парадокс может быть это сила мест святых или что это нет это не сила мест это некая уникальность израиля из-за с одной стороны там очень безопасно там хорошая медицина но с другой стороны из-за погоды и из-за религиозного фанатизма определенные люди там доходят до какого-то очень радикального экстремального состояния которое приводит людей к готовности взрываться к террору но это так вот немножечко локально если не вовлекаться вот в эти все процессы то израиль абсолютно спокойная прекрасно защищенная можно даже сказать душевная страна то есть это парадокс израиля горячая точка военное положение но по факту на улицах тель-авива чувствуешь себя максимально защищенным и очень комфортно это но это так то есть в моем понимании израиль больше гораздо ну залито безопасное место а как тебе вообще пришла идея голову репатриироваться ли это твои родители почему вы переехали в израиль но это было связано с периодом 90-х годов развалился ссср и москве непосредственно начались началась активная еврейская просвещенческая деятельность в москве открывались центры самые разные с религиозным акцентом с образовательным акцентом с культурным акцентом акцентом прям десятки самых разных заведений как цель которых была поддерживать еврейское меньшинство в россии в москве и вся наша семья вовлеклась в эту жизнь мы начали посещать так называемый израильский культурный центр на таганке это улица ульянова сейчас она называется по-другому на таганке и просто меня потянуло то есть мы приезжали то воскресенье изучали традицию изучали немножко язык изучали песни были бюджеты в эти организации там подкармливали это 90-е годы были да то есть на праздниках были угощения газировка и все прочее и это не могло мне не подкупить и ощущение в стране было разрухи не было такого ощущения что в россии можно будет жить хорошо да вот это ощущение 90-х годов и у меня все это вместе смешалось мне захотелось то есть мне было 16 лет примерно с 14-15 лет я уже чувствовал что мне на каком-то этапе я уеду в израиль я уехал в израиль после школы сначала уехала моя сестра потом уехал я это все молодежные программы это уникальность немножко еврейского народа из-за вот этой вот необходимости держаться вместе израиль придумал множество самых разных каналов как репатриировать людей то есть как притянуть евреев россии на течение последних двух тысяч лет по всему миру и есть до сих пор множество разных путей в том числе молодежные программы то есть моя сестра приехала 15 лет я приехал 16 лет мы приехали в так называемые интернаты ну такие какие-то вот места где можно жить изучать юрид то есть какие-то так некая такая первая подушка для для новых репатриантов это было бы это было для меня абсолютно естественно и очевидно что я поеду в израиль и так и случилось я закончил школу записался в одну из этих программ и репатриировался в город к фарсабу год там прожил это было очень давно на самом деле а как когда ты получил гражданство сразу ну практически да здорово а затем я не поняла зачем твоя мама ходила получается в эти вот центры ее тоже потянуло нет она это боль более того она была она была активнее она была активнее ощущение временности у нее было ярче проявлено чем моего папы который был еврей то есть это уже лично лично то есть есть евреи является это уже личный аспект у каждых у каждого человека все о чем мы говорим проявляется по-разному и интерес к еврейскому народу может проявляться не только у евреев но это так же как интерес к индийской культуре может проявляться не только у индийцев абсолютно верно ну так же как люди которые при переезжают жить в москву и петербург знают эти города лучше чем многие местные это такая история известная а чем-то занимался когда ты приехал в израиль кем ты работал вообще я имею ввиду когда вот тебе уже исполнилось 18 лет вот ты уже повзрослел я медленно шел к тому кем я являюсь сейчас я работал на разных работах не квалифицированных то есть от уборки до стройки я работал практически везде где можно было заработать ну я бы так не сказал просто просто работал на неквалифицированных работах после армии пошел на университет и учил там географию и после университета я пошел на курс гидов-корееведов и стал кем я являюсь гидом в израиле прикольно то есть есть курсы даже гидов в израиле да это очень серьезные курсы они длятся примерно два года я их сравниваю как балаковриаты гуманитарных наук ну конечно же израиль хоть и маленькое государство но гиды по-хорошему должны знать огромный объем информации история и археология и природа и современность и политика ну все направления религии я вообще первый раз слышу что можно стать профессиональным гидом а вообще ну может я темный человек а в других странах вообще такое есть на гидов профессионально в основном в основном гиды они представлены локально имеется в виду вот я гид по эрмитажу я гид по кремлю я гид по музеям я гид под какому-то городу да то есть я гид по риму то есть более локально из-за специфики исторической специфики земли земли израиля то есть израиля гидов в израиле готовят по всему израилю огромный объем информации как правило рабочий день гида это полноценный день очень сложно работать в израиле три часа то есть можно пробежаться по старому городу но это будет неполноценно это будет поэтому мы как правило работаем с утра до вечера ну когда гидов много в израиле огромное количество гидов в израиле это тоже тоже немножечко сложности когда если мы говорим о русско русскоговорящем туризме визном то пришел момент когда и украина и россия подписали соглашение а так называемым безвизовым безвизовом въезде режиме и это предполагалось как бы огромная волна туристов и на этом фоне вот в эту сферу пришло очень много людей то есть это не десятки даже не сотни гидов много в израиле конкуренция большая но это все местные или вот я например могу поехать и учиться на гидов по израилю ты должна быть израильтянкой да 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 там есть есть категории культового сопровождения то есть монахи разных конфессий как бы тоже могут вести экскурсии на объектах религиозного характера но это спорно это спорно человек который рассказывает об израиле о такой достаточно тонко тонком месте планете земля должен быть сертифицирован государством не всегда это соблюдается и не всегда человек который имеет сертификат говорит скажем так то что в интересах израиля но израиль старается за этим следить то есть это государственная программа ты бесплатно учился получается нет центры которые подготавливают то есть обучают это коммерческие центры то есть за деньги но лицензию дает государство министерство туризма то есть экзамен два экзамена я сдавал соответственно государственным государственным государством да ну министерство туризма министерство туризма кажется у нас помеха помеха в кадре миш как израиль сейчас себя чувствует что происходит в израиле сейчас лучше смысле израиль очень резко отреагировал и был введен тотальный карантин и полиции далее далее разрешение использовать методы шабака то есть внутренней разведки чтобы следить и контролировать людей я слышал что квадрокоптеры летают и что штраф там чуть ли не четыреста шеки четыреста евро тех которых определили как людей которые должны быть в карантине то есть которые приехали или допустим они были определены как зараженными да за ними следили с помощью инструментов разведки но вот сейчас уже сегодня вчера люди выходят на улицу очень быстро отреагировали можно гулять можно ездить то есть израиль возвращается к нормальной жизни в отличие от россии он полностью открыт он открыт на въезд сейчас или нет 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 он не открыт на въезд потому что всех все кто прилетает любой кто прилетает в израиль сейчас направляется на двухнедельный карантин вынужденный то есть пока это не изменится туризма в израиле не будет то есть это только внутри израиля жизнь неизвестно вообще насколько вся эта ситуация затянется вот ты работаешь гидом да вот получается ты ты без работы грубо говоря остался как ты себя чувствуешь что ты думаешь если это затянется еще надолго как ты будешь себя ощущать ну мне помогает мне помогает специфика это моя работа специфика гида в израиле горячие точки это острая сезонность то есть были случаи когда если в израиле случится один нашумевший какой-то терак то будет резкий спад в туризме и я я привык к такой сезонности к такой таким колебаниям и поэтому я могу назвать это как затянувшийся спад насколько затянувшийся возможно что на очень долго то есть ну пока что у нас скорее всего я точно до осени безработный но я не переживаю я не хочу переживать по этому поводу ну благо так случилось что у меня нету детей которых мне нужно кормить у меня нету каких-то долгов поэтому я остаюсь спокойным но да безусловно ситуация не не хорошая я безработный уже с марта и как во что это превратится я пока не знаю как ты думаешь почему за израиль вот без конца идет война за эти земли с чем это связано что такого уникального особенно твое мнение ну мое мнение конечно что это безумство людей безумство людей связано с отсутствием внутреннего крепкого стержня который компенсируется внешними силами под названием религии и национальные какие-то идеи и ради этих идей люди готовы воевать то есть это самое низменное что есть в человеческой природе проявляется на святых местах то есть ну в моем понимании это главное фанатичная идея неважно с чьей стороны это это серьезная большая проблема то есть война за в кавычках святость и в кавычках война за бога готовность убивать именем бога это все та самая категория низкого человеческой природе то есть я могу долго об этом говорить с плохими словами фанатизм фанатизм когда я приехала в Израиль территория была одна вот даже карту смотришь то что было 10 лет назад то что сейчас постоянно там меняется даже на карте вот эти вот территории то есть где то палестина растет где то израиль постоянно вот это вот все меняется может быть там какие то то есть по сути люди воюют за пустыню там же ничего нет непонятно то есть это не какие то месторождения нефти люди воюют ради одного для того чтобы воевать людям нравится воевать людям а что ты финансирует ради чего зачем им вот эти куски лишние там лишний квадратный метр израильской пустыни там палестинской ну в данном случае в данном случае нету нету ничего другого то есть если мы говорим а что а что может чем может не нашли ничего чем можно заменить войну проще всего воевать это очень легко очень легко очень легко выявить ненависть кому-либо да то есть на на примитивном уровне сам самого примитивного человека можно натаскать ненавидеть гораздо сложнее обучать людей да носить какую-то культуру развивать общество это такая простая природа человечества как раньше как всегда война просто любовь к войне отсутствие альтернативы то есть для того чтобы прекратить войну нужно занять разум нечем заняться занять то есть поменять какой-то курс и все но кому это надо да ладно это тяжелая такая тема конечно а расскажи о бедуинах вот что что сейчас с ними происходит они присутствуют в израиле как они себя во первых бедуины присутствуют не только в израиле но и в целом на ближнем востоке бедуины чувствуют себя очень хорошо это те люди которые хотят сохранять свои традиции бедуины это люди пустыни это кочевники на самом деле очень интересная группа людей потому что можно смело назвать что праотцы то есть основатели иудаизма соответственно и христианство и ислама то есть Авраам Исаак Яков они были своего рода бедуины ну в буквальном смысле это люди которые ходили от холма к холму со своими стадами и у них всегда рядом была еда это мясо то есть почему так популярно мясо в иудаизме почему так популярно мясо в христианстве в исламе потому что зарождаются эти три религии в кочевой среде пустынных людей среди кочевников это то есть непосредственно бедуины они сохранились они живут среди евреев в Израиле сейчас но они живут и в Иордании они живут и в Египте и во всей северной Африке живут хорошо но вот в Израиле они живут где-то по пустыням или у них дома вот то есть как они живут сейчас по-разному по-разному Израиль в 60-х 70-х годах предпринимал попытки их поселить в городах это попытки были неудачные то есть как бы построить города и сказать бедуинскому меньшинству вот пожалуйста селитесь но бедуины привыкли жить в открытом пространстве бедуины привыкли жить в закрытых хамулах хамула это назовем это словом клан то есть огромная большая большая семья не то что там десять человек а сотни человек и город смешивает эти кланы смешивает эти хамулы и они начинают между собой конфликтовать потому что ну у них традиционный образ жизни то есть если кто-то посмотрел на сестру то ну в общем то может можно неправильно понять и может случаться конфликт но они все ортодоксальные иудеи получается нет бедуины не мусульмане мусульмане да а бедуины в израиле бедуины это все мусульмане да если человек начинает быть иудеем то он одновременно становится евреем есть такая штука а есть какое-то место вот где их наибольшее скопление в израиле какие-то там да есть есть несколько крупных центров возле бершева то есть бершева и окрестности это центр бедуинского расселения это в какой части находится израиль юг юг это ближе к элату нет ну условно говоря ближе к элату но после бершевы бедуинов становится все меньше и меньше то есть в самой суровой пустыне там никого нет то есть они живут в пустыне да север пустыни негев север пустыни негев они стоят какими-то там вот этими юртами там дома такие у них часть 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 бедуинов решили ассимилироваться в условиях города то есть они стали оседлами часть продолжает быть кочевыми людьми перемещаться ставить свои палатки да путешествуя по израилю можно видеть прям большие пространства заселенные бедуинами в целом живут с ним очень хорошо у них есть паспорт израильский то есть они граждане израиля да они граждане израиля конечно то есть они не в статусе там беженцев никаких они абсолютно граждане израиля просто которые ведут кочевовую жизнь потому что им это нравится они хотят жить традиционной жизнью да суть суть бедуина слово бедуа пустыня на арабском языке жить в пустыне и кочевать по пустыне и следить за своей свободой они на самом деле патриотично у них есть специфика они патриоты своей земли и в израильской армии есть бедуины которые служат верно несмотря на то что они арабы мусульмане бедуины это арабское меньшинство внутри большого арабского мира есть так называемые бедуины это меньшинство они они арабы мусульмане но у них культурно они сильно отличаются считается что именно бедуины сохраняют вот ту самую традицию которую можно считать начиная от Магомеда потому что Магомед был Мухаммед был бедуином был кочевником жил в пустыне а как у них с образованием то есть вот это вот ну так не очень они достаточно простые люди единицы среди них идут учиться идут в школы идут в университеты и получают образование но большинство людей ну в школу могут пойти все но в основном масса своя не образован но они по сути живут в натуральном хозяйстве что ли как вот они как они живут в пустыне если там нечего добыть что они едят где они берут деньги мясо мясо стада овец стада невозможно же есть только мясо ну они заняли свою нишу среди них много людей работают в сфере услуг на стройке водители то есть занимаются какими-то вот подобного как ты зарабатываешь все равно да 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 в израиле все накормлены уезжать на заработки в город а потом возвращаться в свою вот эту вот стоянку израиль слишком маленький чтобы он может это делать каждый день ну да да израиль удивительная земля да израиль точно удивительная земля слушай а вот что мне еще лично интересно по поводу я почитала очень большую такую толстую книгу недавно по поводу истории тамплиеров вот и в израиле очень много тамплиерских замков осталось расскажи мне что-нибудь о них ты был там и вообще как-то это понятно там дух вот сохранен какой-то вообще вот акко я знаю акко да как-то так по-моему называется на севере тамплиеры были созданы в израиле то есть да они родились непосредственно в Иерусалиме дух остался в камне дух остался в истории дело в том что эпоха крестоносцев это лишь важный который оставил после себя очень много свидетельств но один из одна из страниц истории израиля здесь множество таких да после них были мамлюки после потом пришли турки до них были кто угодно в общем то есть в общем в общем в общем наборе они кажутся как одни из которые были на территории израиля дух да можно огромное количество крепостей они доступны туда чтобы попасть можно да они как музей действуют или что что там происходит как заповедники как археологические парки много крепостей в очень красивых местах с прекрасными видами какая-то крепость сохранилась лучше какая-то крепость сохранилась хуже очень много в Иерусалиме крестоносцы оставили храм гроба господня в современном виде вот когда я была в Иерусалиме ты меня не водил там пока ну тогда мне это было неинтересно ну да то есть есть наследие осталось и туда можно попасть ну а где еще а где еще Иерусалимское королевство было только в Израиле ну не только в Израиле еще есть в Сирии много и в Иордании много и в Ливане много ну в Испании очень много тамплиерского наследия в Европе тоже много но это все потом это они потом ушли отсюда их отсюда выгнали это уже все потом это родина это родина конечно это родина крестоносцев потому что ну не самих как бы ну все это идеи все это культура а вообще рыцарские ордены действующие какие-то остались в Израиле нет только израильская армия израильская армия это вполне себе нет я сейчас шучу ну вот они каждый год охраняют гроб господень израильская полиция я сейчас шучу естественно но тем не менее если бы в Иерусалиме во время схождения куда-то в огне не было бы тотального контроля израильской полиции то была бы там давка ну давили бы людей то есть этот религиозный фанатизм он просто слушай ну вот это не схожение огня это вот вот что это такое вот твое мнение вот давай по чесноку вот там как кто-то приходит какой-то спичкой и что-то зажигает или туда газ подведен вот давай по чесноку ну как зажигают это абсолютно не важно но в принципе людям не хватает чудес и это искусственное чудо которое поддерживается из года в год ну можно сожалеть что люди многие люди не могут обретать чудо в каждом дне в каждом пробуждении ну в идеале в каждой секунде можно обретать чудо и вот для многих людей выясняется для тысяч людей необходимое искусственное чудо поддерживать это чудо ну некий некий такой двигатель некий некий чудо в кавычках в кавычках ну да чудо оно на то и есть чудо а вот стена плача последний раз когда вот я была в Израиле десять лет назад там уже был стеклянный пол и раскопки велись то есть там несколько метров уже под землю откопали вот что сейчас происходит что нового находит ну и речь идет о пространстве которое можно назвать храмовая гора и окрестности храмовой горы храмовая гора сейчас закрыта на вершине храмовой горы стоит золотой купол и стена плача это лишь малая часть той территории под названием храмовая гора и очень интенсивно развивается все Израиль раскопки да копает находит новые туннели новые объекты расширяет территорию все время развивается все время развивается ну а что там что там находит что там интересного археология стена плача в отличие от в принципе суть религии что такое религия да это какие-то сказания где есть действительно какой-то какой-то чудесный элемент элемент чуда в данном случае мне нравится что там в основном речь идет об археологии то есть это чисто научно научно то есть это древний Иерусалим то есть что делают археологи они восстанавливают открывают Иерусалим двухтысяч летней давности когда стоял еще храм когда там ходил Иисус Христос вот с этой перспективы в основном я и веду экскурсии то есть я погружаю людей стараюсь погрузить людей в тот мир а все остальные атмосфера древнего Иерусалима это очень очень круто это действительно это истинный кайф интеллектуальный кайф слушай по моему через час эфир останавливается ты знаешь об этом нет ну вот из моего опыта ровно через час просто эфир прекращается ну там же будет кнопочка сохранить если что ну я думаю что у тебя точно будет кнопочка сохранить но в любом случае я думаю что нужно подводить итог а сколько время прошло я просто не слежу за временем ну через 4 минуты будет ровно час через 4 минуты будет ровно час как мы болтаем да ну вот пишут что не удалось посмотреть ну посмотрите в записи да потому что я сохраню я обязательно сохраню это прямой эфир потому что если больше часа нельзя сохранить оооо вот так нам пишут все Мишане придется нам с тобой завязывать нашу болтовню ну возможно это не последний я думаю наш прямой эфир потому что я еще очень хочу провести прямой эфир когда ты уже вернешься в Израиль чтобы непосредственно оттуда ты уже повещал и что-то еще интересное побольше про Израиль рассказал я тебе подготовлю вопросы вас спрашиваю подготавливаю вопросы да а сейчас все рада была тебя видеть все привет ты где в Ришикеш я в Ришикеш и да у меня все хорошо ну вот Калужская область Ришикеш это круто Калужская область Ришикеш на связи и даже интернет индийский не подвел да и Калужский тоже здорово все передавай всем привет Мишань спасибо сохраняй и всего доброго пока пока пока